Яна Дуплякина рассказала о работе над главным финансовым документом. Один из источников пополнения бюджета – налоговые платежи. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря. Удобно через портал Госуслуг. К слову, на сегодняшний день действующий личный кабинет на сайте Госуслуг имеют 19 тысяч анапчан. Три четверти заявлений в пенсионный фонд о назначении пенсии поддаются жителями курорта, не выходя из дома. Юрий Поляков, в свою очередь, напомнил об увеличении площадей многофункционального центра. Нам надо сегодня-завтра заняться МФЦ. То есть, один вопрос передачи в край, да? И второй вопрос, мы все равно для жителей Анапы должны увеличить площадь. Помните, у нас передошу с камерой разговор был, да? Значит, пожалуйста, давайте вызывайте этого застройщика, знаете, о ком я говорю, да? Давайте будем разговаривать. Строительство детских садов и школ – тема номер один в социальной сфере. Проект ближайшей перспективы – пристройка к шестой школе. Однако, останавливаться на этом не стоит. Дал понять Юрий Поляков. Вы мне информацию соберите, пожалуйста, по сельским школам. Вот сколько сельских школ, на сколько мест они, кто посещает эти сельские школы. Дальше я расскажу вам, что надо сделать. У Александра Колесникова руководитель поинтересовался, какое решение принято по обращению общественников устроить ярмарку выходного дня на улице Астраханской. Со следующей пятницы мы готовы на улице Астраханской пробовать ярмарку провести. Исполняющий обязанности главы Анапы добавил – это центр города. Если не будет порядка и чистоты, то такая ярмарка не приживется. Точно так, как не приживется больше и стихийная торговля. Артур Валерьевич, это чей зимний? Это что за клумба такая с цветами? Да, это зимний газон. Чей? Наш? Да. Кто вытоптал? Ну кто-то же стоял, кто-то отоптал. Там ничего не было. Ничего не было. Значит, надо его в порядок привести. И в завершении разговор с управлением ЖКХ. Брошенный фонтан у памятника Ленину, вытоптанная детская площадка, неухоженная беседка, сухие деревья в сквере Гудовича, замечания. А вслед за ними поручения звучали неделю назад. Вот там, где сухие деревья спилили, на этом месте должно появиться новое дерево. Только не такое, а хорошее дерево должно появиться, которое через 3-4 года что-то даст. Понимаете или нет? Мы же понимаем, что дерево за год не вырастет и за два. Ему надо 10-15 лет, чтобы оно набрало такую силу и высоту. Поэтому надо сразу высаживать деревья. Спилили, посадили. Армен Григорян заверил, по всем сделанным замечаниям ведется работа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!